Девушки отдыхают У нас Владимир, давайте знакомиться Добрый вечер В нашей жизни встречи не случайны И я пришел на эту передачу, чтобы проверить, насколько это правда Возможно, одна из этих встреч будет для меня роковой Со мной пришли моя сестра Екатерина и мой друг Роман Владимир, 33 года Женился под давлением родителей невесты Чтобы сохранить семью, ходил по психологам, изменял и даже завел ребенка Но брак спасти не удалось Владимир, руководитель проектов строительной компании Параллельно развивает свой бизнес Признается, что неплохо готовит Предупреждает, что он очень требовательный Опасается девушек, родившихся под знаком зодиака рыбы Владимир разбегает корыстных и ревнирует женщин Его избранницей может стать милая и ласковая девушка с перчинкой Которая умеет потрошить рыбу и всегда хорошо в мире Странное дело Девушка рыбу не хочет А хочет девушка, чтобы она потрошила рыбу Умела потрошить Это в каком смысле? Образно сказано Ничего странного, Лариса Это как раз бессознательный образ, чтобы убивала рыбу Особенно торговая встреча Ага Кто же вас так волоком-то тащил в ЗАГС? Не по любви, что ли? Это было больше привычка Вот, поэтому Два года встречался? Больше А что родители сказали? Сказали, что вам надо свои отношения уже узаканивать Как бы долго встречаетесь А вы бы сказали А вам, батенька, какое дело до моей личной жизни? Ну, вот в тот момент я немножко смолодушничал Поэтому был еще молод Сколько вам было годков? 25 Не так уж и молод Вполне осмысленно Но он и молодость всю с ней провстречался Да, поэтому А здесь ведь ситуация какая? То есть, если поддался давлению То, собственно говоря, козел А если не поддался и гулял столько То подлец Но еще выбирать-то Выбирать нечего Надо бы с этой темой спрыгивать пораньше Вот, да, согласен Ну, вот, видишь, ты боялась И он был женат Это хорошо Господи, боже мой Это жизнь, боже Хорошо, вы женились? Женился Но уже реально чувств больше как-то таковых не было И если она еще хоть как-то до свадьбы старалась Производить впечатление То тут она слегла к дивану Была больше такая меланхолия Человек успокоился на, может быть, достигнутом И стал просто ничего не делать В общем, пульс стал ее любимым другом От телевизора Диван, да Да, на себя она махнула рукой Перестала следить Вообще, абсолютно Ой, какая глупость Не ходить в этих халатах, да? Не ходить с этими спортивными штанами С отдутыми коленками А у тебя точно этого нет Тут не всегда у нас аккуратненько Ну, она же забеременела Очень скоро Больше, наверное, это было как-то случайно С одной стороны Ой, мужчины такие дураки Все время думают Беремен Как? От кого? И случайно А вы такая заловка, злая головка Сидите, головой киваете Типа вы в курсе были всего, да? Не, ну просто мы с мамой были очень сначала сторонники этих отношений Хотели сохранить эту семью Ну что, там прям был кошмарный ужас Она лежала, толстела, немытая голова, волосики за ушки Ну Или все-таки это слишком Это просто скорее как бы действительно не вовин типаж Слишком ему нужна энергичная девушка Насколько энергично это просто возможно А, к сожалению, Оля Ну где вы были с мамой-то? Куда смотрели? Ну, когда он женился Действительно у нас семейная Он женился, он ее вообще не хотел, как женщину Это же самое Но встречался же Психологу Встречался много лет Одно дело спать, другое дело хотеть Большая разница А что с психологом-то не рассказали, что вы хотите Встречался я как раз, скорее всего, от того, что До здоровья Нет, нет Это не это как раз важное было Из-за того, что в моей семье были большие проблемы Между отцом и матерью Вот И Та семья меня приняла И я как бы большую часть времени А, кстати, вот финансово вам та семья Раз уж уговорили за дочу На дочи жениться Финансово никак не помогали? Вообще нет Все это больше отменяло Хорошо, Владимир, когда стали ей изменять уже? Ну, где-то, наверное, на втором году Вот он такой, как тюфяк Ну, не похож даже Ну, он не похож на тюфяка Ой, не хочу сказать Хотели, чтобы она узнала? Честно? Сначала нет Потом уже Это было больше такое Все равно Вы же ведь не просто изменили А вы же поехали С барышней Ну, точнее сказать, что Как водится, в командировку А на самом деле Прямо в открытую С девушкой Отдыхать на юга Когда все равно Она узнала Она уже была беременна? Ребенок уже родился? Да, конечно Конечно И что она сказала? Пошел вон или потерплю? Да, сначала была ситуация При которой она подала на развод Ну, сказала, ребеночка Ты вот увидишь когда-нибудь Манипулирование ребенком было, да Ну, я постарался И вы пошли? Нет, он постарался Из-за ребенка еще Я постарался вернул Я вернул отношения Будь вы мазохист Нет, не мазохист Здесь я больше думал о ребенке Потому что я сына очень люблю Любил и люблю И на тот момент Это было очень тяжело Хорошо, расстались мирно Сегодня она разрешается Ребенком видеть? Конечно Да Мы с ним товарищи по несчастью Разведенные за тьми У вас была еще вторая история Да, у меня была Которая как под копирку Была очень похожая ситуация Тоже девушка была Отчасти похожа на мою бывшую жену Вот, но уже Это вот как убийцу тянет на место преступления Так и вас всегда тянет к подобным Это скорее всего как история развивается у людей По циклично Они иногда встречают похожих людей в жизни Вот, поэтому Ну, так случилось Просто мне, к сожалению Этот человек был Отличался немножко Но основные черты были такие же Ну, то же самое Как только вы стали вместе проживать Да, был такой вот Это тип людей, которые Они довольствуются своим внутренним миром Они уходят в себя Да, и выяснилось Что обе под знаком Сдяка рыбы Да Но это нам расскажет Василиса Да Чуть попозже, да? Да А я сейчас хочу узнать Хорошо, будет она не рыба Будет она водолей, допустим Я Ну, в каждом знаке Сдяка Есть свои достоинства Недостатки То есть Ну, водолей тоже хороший знак Ну Хорошо, в идеале сегодня хотите Какую женщину рядом с собой? Я знак Сдяка сейчас не рассматриваю Мне, конечно, хотелось быть девушку Которая Хорошо выглядит обязательно То есть Чтобы умела за собой ухаживать Чтобы Была Красивая Стройная Чтобы хорошее образование имела Хотелось бы, чтобы И в доме был порядок И в то же время Чтобы Была экспрессия Для Каких-либо Шальных ситуаций Например? Ну, например, можно сорваться Там Не обязательно куда-то За границу ехать на пару дней Там в какие-то Неизведанные места Посмотреть что-то новое Да Много где То есть Чтобы женщина была с живым глазом Любопытной Чтобы ей нравилось жить Чтобы она была Активной жизненной позиции А дети Чтобы у нее как От предыдущих браков? Я ничего против детей не имею Ну тогда куда она зажжет-то С ребенком-то? Не, ну это опять же Зависит от человека Можно и с ребенком И с собакой Если есть кто помогает Вот если тетя будет помогать Если Родители Ну, тетя Не москве живет Я вам хочу сказать Напрасно все думают Что с рождением ребенка Жизнь заканчивается Это, во-первых, неправда Сегодня есть все Возможности для того Чтобы путешествовать Вместе с детьми И если ты не меняешь Резко климат То можно маленьких детей Брать с собой И приучать с детства Детей быть любопытными Показывать им мир И вы правильно сказали Не обязательно ездить Куда-то далеко Из-за границы Но сидеть Вы ничего такого Сверхъестественного Не озвучили И ничего сверхъестественного Вы от женщины Не хотите Вы хотите активно жить Вам всего 33 года И вы имеете на это право Мне хочется быть счастливым Ты слышала Будешь в лет Сможешь Захочешь понравиться Сможешь Через сколько Ребеночка Ну, тут Самое важное Чтобы мы Свои отношения проверили Это уже А сколько проверять По времени будете Здесь уже Я уже знаю На что обратить внимание На что? На какие-то Качества Которые Как человек Относится ко мне Вы смотрите Владимир Я поняла Вы требовательный человек Вы хотите Чтобы она хорошо Выглядела Чтобы дом Это все нормальная Женщина На той женщине Чтобы выглядеть хорошо И за домом следить И деток рожать А вы ей что В ответ Кроме себя прекрасно Надежность Защита Опора А вот если она Так вымотается Сзади И с детьми И по дому И с масочками И себе еще Платица прикупить А вечером Она трупом будет лежать А вам же еще Мне это не составит Не составит Вообще абсолютно Ну хоть что Видимо Может была красивая Тут же у плиты И тут же еще Я просто хотела сказать Вове нужно давать То что называется Дрозданное Наверное Неправильное слово Но чтобы его держать В тонусе То есть ему нужна Энергичная девушка Которая Которая бы он гордился Гордился Которая боялся потерять Да Которая То что он сказал Что следил за собой Да Но то что Может быть даже С такой небольшой Чертинкой А что это такое Может быть перчинкой Чертинкой Немножко Знаете Наверное говорят Когда немножко стерва Да Может быть Не бывает Подождите А какую ситуацию Она должна Вот этой вот Стервой Чертинкой Перчинкой Ну то что Вот он может быть Он как раз и говорил Что взять сорваться Куда-то поехать Самое главное Чтобы Владимир понимал Что он в результате получит Когда мужчина говорит Хочу чтобы она сорвалась Со мной И хочу чтобы она была Непредсказуема Он при этом не ожидает Чтобы она сама Без него взяла И сорвалась Куда-нибудь с подругой Такая непредсказуемая Да Почему Однажды он может прийти Там записка Да Улетел в Магадан На три дня Это нет Это исключение Как это исключение Ну этот человек Владимир Я понимаю Мы уже сейчас Начинаем над вами Подтронивать На самом деле Вы ничего такого Сверхъестественного Не хотите Вы хотите рядом с собой Живую женщину Чтобы поспевала все Даже в советское время Была такая песня Я назову тебя Зоренькой Только ты раньше Раньше вставай Я назову тебя там кошечкой Только ты все успевай Понятное дело Понятные вы мужчины Такое будем мы искать То есть понятно что Он любит Скажем остроту ощущения Что было На грани Драйв будешь давать Только не надорвитесь Хорошо Нет Потому что вам 33 года Девушка вам нужна молодая А через несколько лет Вам захочется Уже на диван перелечь Потому что устанете А девушка такой разбег возьмет Смотрите Вот тут смотрите Войдет во вкус Понравится Женщина более активна В этом смысле Рассчитайте свои силы Хорошо У вас есть один ребенок Которому нужно время уделять Еще детей родите Как бы вы потом Ее не держали за руку И сказали Да угомонись же уже наконец А вот тут Моя разведка донесла Что две квартирки То у вас И бизнес там свой И доход у вас Больше двухсот Все в своем Мне это нравится Единственное что я не очень поняла Зачем она должна рыбу уметь потрошить Когда сейчас можно купить Это было сказано образно И филе Можно Но главное чтобы человек Понимал что Как что и зачем делается Потому что Есть люди которые даже Макароны не умеют сварить Это плохо Бывают такие люди Точно молодой нельзя Со всем юной девушке Нельзя жениться Ну вот я вот не буду вам говорить По поводу того что Вы хотите молодую Богатую Красивую И там жениться три раза И так далее Потому что Я когда представляю Вот Когда вы озвучиваете Свои приоритеты В принципе так оно вот В цитате и выглядит А потом в итоге Выбираете Не пойми чего А я тут вот распиналась А я тоже А потом вышла Таня с живота Станцевала Да 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 И все на все принципы Забила Уже говорит Да нет в принципе Я тоже люблю полежать В общем с какой-то Я буду больше За вашей реакцией смотреть И как-то корректировать Ну по крайней мере С того комплекта Который вы озвучили Ну хоть половина бы осталась Ну и напоминать вам о том Что все таки Это вы озвучивали А не я вам рекомендовала Вот я конечно не астролог Но хочу сказать Когда две истории повторяются Как под копирку То дело уже в вас Владимир Не тех людей выбираю Слушай не Ну наш это точно подходит По всем параметрам ему да Подходит Ваш гороскоп осенен Сильным влиянием Нептуна А это редко дает Человеку возможность Взглянуть на ситуацию Объективно Всегда взгляд Субъективен Я думаю что в тот момент Когда вы женились Вы не испытывали Такого давления Вам не казалось Что вас на поводке Ведут в ЗАГС И вы не чувствовали Себя так вынуждены Или там из благодарности Родителей Взгляд был совсем другой Конечно трудно человека Заставить делать то Чего он хочет Безусловно Просто сейчас Когда уже все закончилось Взгляд на ситуацию иной Но ваша злость на жену Ваши отзывы о ней На самом деле Говорят о многом Очень много у вас злости На те отношения Вы чувствуете Что вас подвели И обманули Тогда как Ну действительно нужно Задать вопросы себе Женщина вам нужна Серьезная Худенькая Очень спокойная Внешне Почти непробиваемая Но действительно очень многоуспевающая И самое главное Считающая вас Центром своего мироздания Очень вас уважающая Если женщина будет Хотя бы в чем-то Ущемлять ваше достоинство Или Делать замечания Обращать на вас внимание Делать замечания Либо игнорировать Ваше величие в семье А вы хотите себя чувствовать Прямо великим То я боюсь Что ей не поздоровится В смысле Дальнейших отношений Пусть реклама У нашего жениха Состоится первое свидание Не пропустите Вы смотрите Давай поженимся У нас в студии Владимир Встречайте первую невесту Удачи Добрый вечер Владимир Здравствуйте Очень приятно с вами познакомиться Но надеюсь Что узнаю вас более Очень волнуюсь на самом деле Надеюсь Что ваше сердце Сегодня подскажет вам И вы сделаете правильный выбор АПЛОДИСМЕНТЫ Волнуюсь Мы конечно переживаем Мы конечно переживаем Волнуюсь Здравствуйте Валерия С кем вы? Я с подругой Лили Очень приятно Давайте с вас посмотрим АПЛОДИСМЕНТЫ Валерия 21 год Менеджер по продажам Фитнес-клуба Параллельно развивает Агентство праздников Гордится тем Что сама зарабатывает 12 лет Предупреждает Всегда борется За справедливость А также предупреждает Что часто бывает Непредсказуемо Валерия прощала Пощечины и рукоприкладства Возлюбленного Пока не поняла Что он не собирается меняться Надеется Что Владимир Не способен Обидеть женщин Боже мой Что за надобность Была с 12 лет Ребенку идти работать И кто вас взял на работу И где? Работала неофициально Надобность действительно была Поскольку у меня Семья состоит Буквально из меня и мамы Соответственно Было очень тяжело Смотреть на то Как мама работает На трех работах Ну и я приняла Для себя решение Детка А что вы делали в 12 лет? Работала официанткой Неофициально С ума сойти В 12 лет? А как же вас взяли? Что вы там могли? Это же ребенок Работала в ноги Налоговый, как правило, не было Именно поэтому Работала в ночную Просто от нас ушел папа Когда мне было два года Вы из Питера, да? Да, я из Санкт-Петербурга Ушел папа И, соответственно, нужно На маме улегло очень много всего Ну вы закончили школу? Конечно, закончила школу Образование получили? Сейчас учусь на третьем курсе На менеджеры по туризму То есть я учусь Это для меня Мама до сих пор не помогает вам никак? Не поддерживает? Помогаю маме я Это моя, мне кажется, забота Она что, болеет? Инвалид? Почему болеет? Почему? А сколько лет маме? Маме не нужно помогать Любимым родителям нужно помогать Нет, а сколько лет маме? Моей маме 52 года Вы вырастите и поймете, что Ее позиция не во всем верна Но сейчас, конечно, мы не сможем вас убедить Ну, возможно Но у меня есть своя политика Я считаю, что дети должны помогать своим родителям Но не работаете в 12 лет официанткой Мама сейчас работает? Да, конечно А чем она занимается? Она работает в медцентре замдиректором Сейчас она получает достаточно хорошие зарплаты И вы еще ей помогаете? Я помогаю Я делаю квартире-ремонт Мама работает И я работаю Это вполне адекватно и нормально Любой ребенок должен, если имеет возможность, помогать маму Потому что девочке 21 год Она уже рассуждает, как взрослая женщина Уже из-за старин, моя дорогая Когда у вас появился молодой человек Который стал за вами ухаживать, дарить подарки Да, помогал, наверное, деньгами Взял какую-то часть заботы о вас Я имею в виду содержать Ну, молодой человек, да Действительно, когда появилась какая-то часть забот Перелегла Да, за это огромное спасибо Потому что И вы чувствовали себя, как говорите, как за каменной стеной? Чувствовала действительно То есть в любой ситуации В стрессе какой-то Я могла в любом случае к нему обратиться Валерия, что же вы такого могли сотворить? Что получили пощечину от него? Начинается буквально с того, что я не столько сахара положила в чай, либо в кофе А вы вместе проживали или где? Не проживали А где вы готовили его, угощали? Ну, дома Я приглашала его к себе домой У себя, да? Если я ухожу за своим мужчиной, то есть я готовлю И он еще кабинется, потому что все не так, да? И куртку не так повесила, и то не так давала Это была всего лишь зацепка То есть причина была в большом В чем? Ну, мне кажется На самом деле, честно, я не могу до сих пор себе отвечать вопрос Почему? Это очень приятно и полезно Он был дурно воспитан С большим Тираническим будущим мужчина Вот и подружка ваша кивает головой Которому сразу нужно было указать на дверь Ну, а зачем ищется повод? Думали? Затем, чтобы сделать другого человека виноватым Потому что виноватый начинает оправдываться Суетиться Более заботливо к тебе относится Это всегда приятно Кажется, что ты возвысился за счет другого человека Но так поступают только не умные люди Недалекие на самом деле Не, нормально чувствовалась за каменной спиной А потом он ее стал бить Это вообще страшно Я просто вам настоятельно советую Закончите ремонт, помогите маме Соберите вещи Снимите комнату в коммуналке, я не знаю В хрущевке И уезжайте, живите одна До тех пор, пока вы будете жить с мамой Вы будете несчастной девочкой Несчастной женщиной Замуж не выйдете Несчастье матери наследует дочь Поэтому вы разорвите эту историю А мы ее сейчас осматриваем Уйдите жить И уйдите жить одна Ну а чего наезжаете на девку? Нормальная она? Да не нормальная, Саша Это все наигранное Лера, давайте сейчас к нашему жениху С чем будущей вашей избраннице придется мириться? Возможно То, что я очень общительный человек И у меня очень много знакомых Которые тоже жаждают моего внимания к себе А какие достоинства? На меня можно положиться Я никогда руку на девушку не подниму И не поднимал Это норма, это не достоинство ваше Это просто норма А изменять? Подожди, дай Опять же Это мой главный вопрос Что? Изменить? Здесь зависит уже от человека Если человек полностью устраивает во всем То, естественно, я никуда не пойду Валерия, вам нравится жених? У меня есть буквально пару вопросов Пожалуйста Для меня изначально очень важно было Когда ты сказал, что у тебя есть сын Восемь лет, да, если не ошибаюсь? Общаешься ли ты с ним? И насколько часто? Ну, раз в неделю, раз в две недели А как бы вам хотелось? Ну, на самом деле, поскольку я росла без отца И мне кажется, что для мальчика это в принципе Очень важно, чтобы папа присутствовал Чтобы общались, конечно Естественно Это нормально Да Причем даже не один раз в две недели А почаще Второй вопрос Что изначально вот при Когда ты начал изменять супруге Что это был первый порыв? Ну, то есть Что тебя сподвигло Это сделать? То есть у тебя пропали чувства? Либо Да, мне просто не хотелось приходить домой вообще То есть из-за того, что она выглядела вот так вот плохо? Не только это Тут и отношение человека ко мне То есть я мог прийти Меня могли не встретить Спокойно То есть А были ли чувства? В том-то и дело, что чувства ушли И буквально Когда женщина боится потерять мужчину Дорожит им Она найдет время, чтобы У меня чувствовал Выглядеть хорошо И чтобы его встретить Покажите сюрприз Я свою песню для тебя Свет твоей любви называется Я хочу, чтобы в твоем окне Всегда горел тот самый свет любви Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Проходите в свою комнату Я имею право осуждать мать Валерии Потому что мы с ней ровесницы Ей не 90 лет А мы в одно и то же время жили Лихие были времена И наши дети с одного года Мой Георгий ровесник Валерии Я знаю, как в то время приходилось Мне в голову не пришло Отдать ребенка куда-то Мне на самом деле Наверное, близка позиция по поводу мамы У нас такого не было Но то, чтобы помогать маме И то, что мама для нее достаточно святой человек Это вот у нас точно так же с братом Вот такая же ситуация, что мама святая для нас Он понял, что по поводу мамы Я вообще не согласна, что было сказано Как бы я не пыталась попираться Очень мне понравилась позиция у нее То, что в принципе тот мужчина, который поднял на нее руку Я тоже не понимаю этого и не приму никогда Но при этом она сейчас не сказала ничего плохого о нем А у нее не с чем было сравнивать Она так была воспитана все брать на себя Вам понравилось, Валерия? Есть желание защитить эту девочку 21 года? 11 лет разницы не смущает? Возраст, конечно, она молода, да И разница ощутима А мне бы не очень хотелось, чтобы она была с вами Не хотелось? Нет Потому что вы, мне кажется, такой же тиран, как и ее предыдущий Только руки не будете распускать А что звезды, Василиса? Я не была бы столь категорично осуждая ее маму Хотя я категорически сама не принимаю такую позицию Но я вижу гороскоп и понимаю, что там такой сильнейший Плутон И желание проверить себя и близких на прочность И для нее вот эта ранняя работа Разумеется, была поведением мамы Каким-то образом подстегнута она к этому Но в этом еще и свое желание Проверить себя на прочность В 12 лет? Да И поэтому отношения она год длила с этим человеком Который руку поднимал и все В этом тоже было А сколько я смогу вытерпеть? Не всегда нужно терпеть Вот я считаю, что с сегодняшнего дня Ей нужно просто прекратить терпеть плохое к себе отношение И все И дальше жизнь начнет уже сама складываться Давай поженимся теперь в вашем мобильном Наберите 0736 Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью Вторая невеста готовится к свиданию с нашим женихом А пока реклама, оставайтесь В эфире Давай поженимся У нас в студии Владимир Встречайте вторую невесту Удачи Здравствуйте, Владимир Мечты имеют свойство сбываться И сегодня сбудется наша с вами мечта Ничего, девочка симпатичная Хорошенькая Очень даже Здравствуйте, Ольга, с кем вы? Я со своей подругой Афиной и Евгением Очень приятно, давайте нас посмотрим АПЛОДИСМЕНТЫ Ольга, 28 лет Ведущий инженер гидротехник Изучает испанский, португальский и итальянский языки Играет на фортепиано, рисует и вяжет Гордится тем, что начала анализировать и воспринимать критику Ольга так переживала из-за ссор с мужем и со свекровью, что потеряла ребенка Надеется, что родственники Владимира не станут препятствовать их отношениям АПЛОДИСМЕНТЫ С будущим мужем вас познакомила подруга Вы? Вы? Нет, нет Мы в этом не участвовали Нет, у меня есть еще подруга Она познакомила Мы познакомились даже скорее в общей компании Стали общаться Мне такие женщины не нравятся Мне тоже не нравятся Она такая, прям реально училка какая-то Ну хорошо, вышли замуж по любви Он оказался человеком состоятельным, да? Оказалось, да На самом деле это как сказка звучит Но изначально я не знала об этом Ну вы свекровью понравились И тем более она хотела, чтобы он женился уже, да? Да, она очень хотела этого И вот вышли замуж вы? Я вышла замуж Жили мы у него, на его квартире У него была квартира, которую я, кстати, узнала после того, как он мне сделал предложение И все-таки в этой квартире я чувствовала себя как в гостях Потому что мама наведывалась с проверками Мама приходила, проверяла, все ли у нас хорошо, порядок Вас это раздражало? Нет, меня это не раздражало Я ждала, встречала, была рада, когда это было все-таки при мне А когда это было без меня Очень так тихо, скромно И никто, в принципе... То есть мама могла прийти в шкафчик и проверить и ваше отсутствие? Когда ваша свекровь находила, что в шкафах непорядок, на кухне все не по ее Она делала вам замечания или просто устраивала скандалы? Замечания она делала не мне А делала замечания моему супругу Она говорила, что твоя жена не может содержать дом в порядке Хотя, честно говоря, это было не так Потому что я поняла, что так продолжаться дальше не может И я предложила своему супругу устроить генеральную уборку вместе И мы устроили уборку На следующий день приехала его мама И точно так же сказала, что Ну, сын, как же так? У тебя супруга не может прибраться Дома бардак Он был тоже очень возмущен, и эта тема была закрыта Мне кажется, допустим, то, что мама вмешивается в жизнь, да? В самую семейную Это немножко, ну, скажем, есть семья одна Но это понятно И еще своя Не нужно вмешиваться А вот тогда мне объясните, Оль, если мама так хотела, чтобы он женился И вы ей нравились Потому что если женщина не хочет, чтобы ее сын женился Она все сделает для того Он и не женится в результате А что потом произошло? Почему она так резко поменяла к вам отношения? Дело в том, что я попросила, чтобы было меньше внимания Со стороны матери к нашей семье А как вы попросили? Попросила своего супруга На вот этом самом примере с уборкой Значит, мама не вам напрямую говорит А все через сыночку И вы также маме через сыночку Что же за неуважение такое? Меня бы тоже, честно говоря, это обидела бы Была такая ситуация, мы говорили Мы разговаривали На что мама сказала мне, что Оля, уважение в семье нужно заслужить Ты еще не заслужила уважение ни своего супруга, ни мое Вы собачка, что ли? Заслужилась С мужчиной То есть сразу дали понять, что от вас ждут благодарности А как вы хотели, если, извините, замуж за богатого вышло? Чтобы прямо ровнее, что ли? Она выходила за любимого мужчину Ой, ну это она выходила за любимого мужчину А как ее благодарность должна была появляться? По отношению к свекрови и к своему мужу? Расскажи мне А поэтому должно быть преданное, которое родители должны готовить Что вот когда свекровь вот так вот будет себя вести или муж Сразу раз и на место ставить Извините, я тоже здесь, как говорится, не проезжала И тоже у меня и там Ну я тоже за равные братья, как говорится А так он даже чувствовал Дом для нее был не домом Как это не дом? Ну вот как? Потому что стеснялась Оль, и кто пришел через сколько времени К решению расстаться? Что стало последней каплей? Да, все-таки разговоры с родителями Потому что были мелкие ссоры И мама собрала нас за круглым столом и сказала Его? Да, его мама Что давайте все-таки решать этот вопрос Потому что, Оля, либо ты изменяешься Меняешься, подстраиваешься под нас Заслуживаешь уважения Либо все Заслуживаешь уважения Я вот не понимаю, как? Что за бред? Как заслужить уважения? А что же надо было такое сделать, чтобы ребеночка потеряли? Это что за изверги такие? Что там произошло-то? Я никак даже представить не могу Там ничего на самом деле такого не произошло Видимо, я все-таки еще слишком эмоционально Эмоционально воспринималась Ну, а просто боится говорить А вообще стресс был очень сильный Ну расскажите тогда Если ее не били по животу Если ее не выгнали на мороз Расскажите, расскажите Нет, не выгнали на мороз Но важно то, что ей сказаны были такие очень жесткие слова После которых у нее произошло А вы можете произнести? Ты ничто и звать тебе никак И вот тебя подобрали, нищенку такую, да? А я вот такой весь король на деньгах А как же любовь? Они уже были настроены изначально на нее Так, он не хотел ребенка от вас? Он хотел, но он сразу же проговорил Что Оля, учти, будет ребенок И ребенком будешь заниматься только ты У меня продолжается жизнь Вот что мне понравилось в женихе Да, вот честно мы сейчас скажем Нам с Женей сразу вы понравились И мы сказали, что это как раз тот мужчина Который должен быть рядом с нормальной женщиной Что вы хотите делать все пополам Все поровну, правильно? И вы можете по возможности всегда помогать А там человек считал, что все должно быть на ее плечах Ну, мужчины пугаются, конечно, на самом деле И первые, например, несколько месяцев, а то и полгода Они могут только издали смотреть Сюрприз покажете? Да, но для сюрприза мне нужна моя подруга И я хотела бы пригласить Владимира вас на танец Ой, такой же сюрприз уже Я могу твои послушать советы Или перепеть по новой куплете Делать все, что можно и все, что нельзя Только не могу я жить без тебя Я его целую, я понимаю Пропадаю я, я пропадаю Все, что было, не было, да не для меня Я его люблю, пропадаю я Нужно все-таки, наверное, больше, если танец выбирать Тактильный, какой-нибудь Такой медленный Я могу смеяться, могу разозлиться Или без причины остановиться Делать все, что можно и все, что нельзя Только не могу я жить без тебя Я его целую, я понимаю Пропадаю я, я пропадаю Я пропадаю Пропадаю все, что было, не было, да не для меня Я его люблю, пропадаю я Я они целую я Понимаю, пропадаю я Я пропадаю все, что было, не было, да не для меня. Я его люблю, пропадаю я. Туда, сюда. Спасибо большое. Проходите, проходите. Спасибо. Волнительно. Я на вас даже приелась. Да, не, ну она хорошо смотрела. Да, молодец, двигалась, двигалась. Понимаете, от того, что ты сидишь глаза долу и как бы молчишь и говоришь очень тихим голосом, ну это тебя никак не характеризует, как скромную такую вот покладистую девушку. Я думаю, что у Ольги очень сложный характер. Я думаю, что она нелегкий в этом смысле человек. Поэтому красные лакированные туфли, не просто так, красный ремешок. Хотите вот такую ухоженную девушку в красных туфельках? Сами будете выносить мусор, готовить, убирать, стирать. И если захотите, чтобы Катерина к вам пришла в гости, спросите у Ольги разрешение. Либо такую красоту в дом ухоженную, вот такую секси, либо чтобы все было по-вашему. Поверьте мне, я не ошибаюсь. Вообще не про тебя. Вообще не про тебя. Вам понравилось, Нелеса? Понравилось. Ускровенно, я соглашусь. Мне кажется, она переменчива очень. То есть как бы здесь она безусловно, она очень такая скромная, застенчивая. Но кажется, там такой пожар у нее внутри. Никакой скромности и никакой застенчивости. Ну странно, а почему? Почему не верят в доброту, в искренность, в то, что скромная? Человек-игрок. Она играет, сидит. То есть как бы чувств нету здесь. А Володина у нас человек чувствительный. Чувства нужны. Чувств нет у тебя. Это же не показательное. А что, ты должна была махать руками, что ли? Вам понравилось, Владимир? Да, мне кажется, девушка именно та, за кого себя выдает, она спокойная. Видно, что по натуре. Возможно, где-то есть какие-то. Но у всех у нас, как вы говорили, скелеты есть в кафе. Поэтому, возможно, нет, да, хорошо выглядит. Это действительно бесспорно. Я спокойная, уравновешенная. Да, бываю эмоционально, но я добрая, спокойная. Я такая, какая я есть. Я сдержана. Я тебе про это и говорю. Роза, как тебе? Мне Ольга понравилась. Главное, что у нее теперь с приданом-то все хорошо. А, видать, не в накладе там, в общем-то, и попилили все правильно. И он бриллиантики остались. Я маникюрчик посмотрела, педикюрчик даже у нее там дорогой, загарчик тоже неплохой. Ну, прикинула, прикинула, дорого-дорого, честное слово. Так что будем зарабатывать. Те, где ни, которые тут я не озвучила, вам не хватит, поверьте мне. Это так на недельку где-нибудь. Правильно говоря, недели. Ну, конечно, она человек не очень спокойный. Ну, конечно, она человек внутренне переменчивый, но совершенно не холодный, как вы сказали. Я как раз считаю, что в ней чувства-то и есть. Но дело в том, что ваш друг Владимир нуждается в девушке, которая будет переносить его не самый простой характер. И там девушка должна быть. Но я не хочу сказать бесчувственная, но достаточно бронебойная. Поэтому мне как раз кажется, что вот эта огненность, это внешнее спокойствие, но динамизм, который спрятан внутри, вам как раз подходит. Вы примерно то же самое хотели. Где надо, она сможет промолчать или сделать вид, что промолчит. Ну, в общем, все остальное время скучно вам не будет. Я предлагаю Владимиру встретиться с третьей невестой. Проходите. Привет, меня зовут Катерина, я именно та, которую ты искала. Мила, спасибо, проходите. Яркая девушка. Яркая, но... Ну, очень много. Сипаж у нее такой роковой. Здрасте, Екатерина. Кем вы? Это мои друзья Наталья и Александр. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Екатерина, 33 года. Помощник руководителя в итальянском центре красоты. Не мыслит свою жизнь без сладкого и магазинов. Мечтает о втором ребенке. Для нее важно, чтобы будущий избранник подружился с ее сыном. Развелась с мужем, потому что тот после рождения ребенка увлекся компьютерными играми. Надеется, что Владимир готов к серьезным отношениям. Простите, вопрос у меня, может, некорректный. А грудь своя у вас? А я думала, спросите, нет? Спрошу, конечно. Ну, мы можем после передачи вы потрогаете. Не, ну, после родов-то сохранить такую. И губы ваши? Губы мои 100%. А вот у меня губы не мои, Рос. Ладно. Рос, неважно, чьи губы. Ну, неважно, чьи губы. Абсолютно не... У вас все очень органично. Давайте я оважно. Катенька, что же произошло с вашим мужем? В результате какого стресса он погрузился в детство? Что с ним произошло? Почему он стал играть в игры? Он не погрузился в детство. На самом деле, его работа была связана... Он работал в интернет-клубе. У него был свой интернет-клуб. Вот. Но я считаю, работа – это работа. А вечером, когда нормальный мужчина, муж, должен приходить домой к жене, к ребенку... А сколько ему было лет-то? 23. Скажите, а кроме игры он еще чем-то интересовался? Вы знаете, в этом тоже была проблема. Просто абсолютно разные интересы. Ну, кто-то любит сидеть дома, кто-то нет. И я привыкла к активной жизни. Подходят они друг к другу? Или все-таки... Сложно сказать. Я до сих пор не понимаю, какой она человек все-таки. Я еще не поняла. Катюш, а чего вы хотите от жизни, кроме того, чтобы родить второго ребенка, что похвально? Я хочу семью. На самом деле, нормальную человеческую, муж, ребенок, дом, собачка. Мальчик, девочка у вас? Мальчик, сын, 9 лет. Зовут Роман. Мальчишка, у которого нет отца. Вы же понимаете, что ваш будущий муж должен будет ему стать отцом? Ну, как минимум, очень хорошим другом. Будете как-то тестировать своего мужчину? Конечно. Ну, тестировать, конечно, обязательно. Это прежде всего... Вот ваши, у вас же были поклонники, ухажеры. Они не проходили, наверное, да, ваших каких-то проверочек? Ну... Что не совпадало? То возрастом был моложе меня молодой человек. Все хорошо. Ну, как... Я имею в виду отношения к ребенку. Ну, это же клево, когда молодой. Ну, вы знаете, он, наверное, еще не очень понимал, что связать жизнь – это взять на себя ответственность. Потому что вместе веселиться, вместе смеяться и так далее. Когда уже начался быт, нужно было зарабатывать деньги и как-то друг другу помогать. Материальный достаток важен для вас? Важен. А сколько нужно? Потому что вы, ну, так хорошо выглядите, богато. Спасибо. Ну, я сама работаю. Она в индустрии красота, она не может по-другому выглядеть, клиентов не будет. Ну, правильно. Ну, и это тоже, и... Ну, больше какой суммы? От. Вот мы же не рассматриваем. От? Ну, 150, как минимум. 200. Катя, вам нравится Владимир? Ничего в нем не смущает? Видите его рядом с собой? Вы знаете, он мне внешне нравится, но мне кажется, он немножечко зажат. Мне кажется, на самом деле он другой. Он очень улыбчивый, он очень интересный, он немножечко вот скован. То ли он стесняется, то ли... На самом деле он очень похож на меня. Он веселый, он... Вот даже татуировки я у него видела. Он не зажат, ему не интересно просто она. Потому что когда ты сидела, он был какой-то прям более активный. Покажите сюрприз, пожалуйста. Владимир, я подумала, что песни и пляски, это, конечно, все хорошо, но кушать хочется всегда. Особенно мужчине. Поэтому я приготовила для тебя чизкейк. Я надеюсь, ты любишь сладкое. И предлагаю нам его украсить. Давай попробуем. Отлично, я это люблю. Да? Отлично. Какая романтика. Какие зеленые вишенки, да? Это уж вкусно или нет. С такой внешностью, какой-то дурацкий сюрприз. Ну, накормила уже его. С такой внешностью просто могла бы пройтись под музыку, по сцене. Все закрыла, лицо закрыла, фигуру скукожила. Все, хватит, ставьте ягоды на место. Вы знаете, просто он даже не дает, он все делает сам. Мне интересно. Я думаю, ты, может быть, хочешь его попробовать? Да. Спасибо большое. Спасибо. Я однозначно за вас. Проходите в свою комнату. Все, он наш. Ну, наконец-то он снял свой скролл. Слушай, вообще... Ты молодец, Тунчка. Красавица. Аппетитная. Аппетитная, да. Ты наша конфетка. Ребенок не смущает? Нет. Скорее плюс? Ну да, скорее плюс, потому что она сама понимает, что такое материнство. И будет разделять его так же. Но глаз не оторвать. Хочется все время ее рассматривать, правда? Есть такое, да. Вопрос хороший по поводу грудита. Роман. А не нет. Что? Завидовать будем после. Вот сейчас, как вы видите рядом с Владимиром, с Катериной? Ну, интересная девушка. А вам как? Эффектная девушка. Очень. А как, кормила? Вас же оттуда было не вытащить просто со сцены. Кормился. Вы уже говорили, ставь тарелку, хватит. Держались. Ну? Ну, чуть-чуть не хватает. Чего? Чего? Ну, я имею в виду, в торте не хватает. Вот я же тебе сказала. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Я говорила, король, король, да. Нет, все время ему будет не так. Роза, как тебе невеста? Ну, шикарно просто. Представляешь, ему в тортике чего-то не хватает. Перца. Это у вас тебя, дорогой жених, в голове чего-то не хватает, собственно говоря. Или комплекс тебя душит, собственно. Конечно, на фоне ты ее как-то не очень-то выглядишь. Я бы так сюнинговала бы тебя немножечко. Ты животик бы прибрала бы. Не, ну, царь, царь, просто. Я бы сказала, царь. Володь, ну, хорошая, правда. Может быть, просто страшно связывать жизнь с такой? Нужно будет все время тянуть? Не, не знаю. Не страшно? Не. Василиса, что по звездам? Я считаю, что даже царь должен обладать определенным уровнем, ну, скажем, вешливости, что ли. Для того, чтобы девушке, которая только что тебя угощала, не говорить, что в ее торте было что-то не так. Мне кажется, что это отражает и вашу натуру, и ваша жизненная кредо. Все, что я думаю, я скажу. Независимо от того, хотят ли окружающие это ваше мнение слышать. Но подумайте, над этим с этим непросто жить. С учетом того, что вы уже мужчина на четвертом десятке, я считаю, что в ваших интересах сделать выводы быстрее. Говорю серьезно. Ни одна женщина не потерпит, чтобы она старалась, роскошный торт создавала, а ей потом еще и рассказывали, что в нем было. Валерия первая потерпит. К сожалению. Да, потерпит, к сожалению, но тоже до определенного возраста, я думаю. Да, не совсем ваш тип женщины, я с этим соглашусь. Мужчина нужен чуть проще, чуть приземленнее. И я бы сказала так, чуть благодарнее, чем вы по отношению к женщине. После рекламы мы узнаем, кого выберет наш жених. Не пропустите. Друзья мои, ну нужно признаться, что три совершенно невероятных красотки. Абсолютно разные, но каждую хочется рассматривать, разглядывать, потому что невозможные красавицы. Для меня, конечно, загадка, что они пришли бороться за вполне себе обычного мужчину. Но, наверное, что-то такое есть во Владимире, чего я не увидела. Так и не я невеста, но нужно выбрать одну. И кто, как вам кажется, его осчастливит? Вашего брата и друга. Валерий. Ну что он тебе, понравился? Наверное, да, скорее всего, понравился, потому что он меня понял чисто интуитивно. Спасибо, он меня очень поддержал. А как вам невесты? Все разные девушки. Трудный выбор? Да. Но вы его сделали, наверное, да? Да, я сделал выбор. Всем девушкам спасибо за внимание и за... Да, действительно, повторюсь, невероятные красотки, трудно из них выбрать. Но вашим требованиям соответствует, я с вами согласна, первое место Валерия. Валерия, которая привыкла быть благодарной, Валерия, которая привыкла ничего не ждать от жизни, за все говорит спасибо. Выйдешь за ним? Выйду. Ну, я тебя поддерживаю. Жалко Валерию, я бы, конечно, лучше Екатерине бы вас отдала бы, научила бы она вас... Любить женщин. Любить женщин. Мне хочется узнать его получше, вот это вот, знаешь... Ну, не факт, что замуж, правильно? Ну, на самом деле, ты сейчас за каким-то таким вот... Я-то знаешь, на самом деле, не ты его зажгла, но он тебя не зажег. Вы человек с луной вольве, который, в общем, рядом увидит только ту женщину, действительно надежно увидит, которая будет вас почитать и уважать. Я считаю, что с точки зрения анализа натальных карт наших сегодняшних героинь, нет ни одной такой, которую вы ищете. Мне некого рекомендовать. Послушайте, три невесты, и каждая из них ждет вас. Поэтому проходите, слушайте свое сердце, оно вас точно не обманет. Мы вас в любом случае поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте СМС их номером по телефону 4151. Евгений, 22 года, номер 2857. Ведущий бизнес-тренингов в Санкт-Петербурге. Увлекается психологией и саморазвитием. Мечтает стать политиком, чтобы улучшить жизнь людей. Хочет встретить оптимистичную женственную девушку, любящую вечерние прогулки. Сергей, 26 лет, номер 2870. Ведущий специалист в транспортной компании. Занимается европейскими и латиноамериканскими танцами, пишет песни. Мечтает построить отношения с длинноволосой девушкой с мягким характером, который будет его во всем поддерживать и вдохновлять. Мы не знаем, выйдет Владимир Один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти и его поддержать. АПЛОДИСМЕНТЫ Я очень рада, что это пришло. Тоже почти не волнуюсь на этот раз. Ничего страшного. Сегодня у нас есть пара Владимир и Валерия. И вместе с нами вас поздравляет Джиган. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Настолько мне хочется почувствовать взаимную химию и просто вот влюбиться и любить. Сидит, блин. Унивается романс. Когда женщина нравится, у мужчины идет некий, ну прямо как у скунса, некий запах такой. Это много красивых женщин. А что он сказал? Что он такие красивые женщины здесь и что ему все здесь ништяк. Антошка, Антошка, пойдем. Такой выросший Антошка, конопатый, рыжий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова